Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Когда хитрожопый призрак выскакивает из-за спины Бола, в какой-то момент даже я шуганулся и крикнул «Боже святый!» Фильм умеет показывать своих призраков, есть пугающие кадры с глазами, глядящими на нас сквозь дыры в стене Но есть еще и предыстория всего, с которой фильм так же хорошо справляется Есть повороты, которых я даже не предвидел в отношениях между ними и кое-кем, которые, казалось бы, знакомы им по прошлой жизни Когда нам начинают объяснять, кто такие призраки, откуда они взялись и почему они там присутствуют То делают это совсем не так, как мы привыкли, а в качестве большой свалки из картин, флэтшбеков, монтажа и эффектных прыжков из прошлого в будущее То, что начинается как обычное кино про призраков, на самом деле оказывается чем-то многослойным, действительно печальным и тревожным Актерская игра тоже превосходная, вы чувствуете боль и горе, через которые проходят персонажи Кроме того, когда у них не остается сил, они начинают ломаться, как в сцене, где Боу просто смеется в офисе Мэтта Смита и в сердцах разбивает стакан руками Я ставлю 4 с плюсом, и это стоит проверить на Netflix в эти выходные Зацените наш обзор на другую новинку на выходных, и да, его дом намного будет получше Подписывайтесь на наш канал и в твиттере CinemaSno, увидимся в следующий раз